Так, малыш, может, все-таки снимешь куртку, здесь довольно тепло. Когда на кону в который раз встала жизнь одного из четырех друзей, Стэн, Кайл и Эрик решили, что будут бороться за болезнью Кенни, что бы то ни стало. Я найду лекарство, Кайл, клюй с богом, я найду лекарство! Конечно, Кармен, конечно. И тут Кармен узнает, что контейнеры с эмбиронами, которые он недавно нашел, могут помочь излечить болезнь друга. И что тут у нас? Ну, то есть, например, если какой-нибудь маленький мальчик умирает от такой болезни, то вот, скажем, стволовые клетки могут стать его мышечной тканью? Да, в теоретически, да. И после того, как он поет песню в Сенате, правительство дает разрешение на использование стволовых клеток в Америке. Но когда Кенни умирает, оказалось, что Кармен собирался использовать стволовые клетки для своей пиццерии. Я поместил стволовые клетки всех зародышей, которые купил рядом с пиццерией Шейки. Теперь они строят новые пиццерии рядом с Астарой. Ты что, просто использовал болезнь Кенни, чтобы снять запретные исследования, чтобы ты мог продать свои идиотские зародыши? Идиотские? Да у меня теперь своя пиццерия! Мне понадобится еще около сотни жертв абортов, и я закончу свою кухню. Кайл, ты чего? Слушайте, оказывается, я не самый худший друг Кенни, оказывается, Кармен хуже всех.